коллеги всем привет ну что ж неделя прошла очередной еженедельный выпуск анализа и прогнозов финансовых рынков неделя была достаточно интересной мы увидели такие неожиданные для рынка данная по инфляции в штатах на самом деле я допускал погрешность в 0 1 собственно это и получилось но там очень важные факторы того что инфляция в услугах растет поэтому крайне важный момент собственно из такого еще важного ну были еще минутки то есть про протоколы по крайнему заседанию они были практически никакие тем не менее все больше и больше членов фрс склоняются к тому что снижение ставки если будет то не более одного конечно есть те кто продолжают ожидать три снижения ставки но на мой взгляд на траектория инфляции в америке не позволяет сделать принять такое решение фрс возможно если они повысят target по инфляции на например до трех процентов тогда в принципе как картина резко изменится но не знаю будут ли они так рисковать посмотрим а вот даже пауэлл уже заявил что ставки точно будут снижены до конца год то есть не пауэлл байден байден уже заявил что ставки будут точно снижены до конца года на этой неделе также по прошел званый ужин в белом доме на котором был пауэлл безос и прочие прочие глава black rock то есть возможно что то там о чем-то там ну может это и связано с поле политической кампании байдена конечно же но не знаю посмотрим возможно какие-то там утки мутная да у них происходят ну что ж давайте приступим по традиции это будет макруха поехали первый график это китайские дела наши мы видим что денежная масса в марте в годовом выражении ниже ожиданий ниже уровня февраля также ниже ожиданий но выше февральских данных мартовское кредитование годовые темпы кредитования хуже февраля и ожиданий 9 и 6 процента относительно прошлого года ну и субсидии провинциям достаточно уверенно выше как февраля так и марта так и ожиданий собственно не торопится китай стимулировать помнится мне начало прошлого года когда народ даже делал ставку на китайские акции на то что будет будет стимулирование тогда я тоже ставил это дело под сомнение потому что ну когда у нас не расширяется мировая торговля то зачем стране экспортеру зависящему от внешних поступлений стимулировать собственную экономику если нет поддержки извне то есть тоже такой момент пока мы наблюдаем что китай выбрал линию привести к балансу экономику и финансовые рынки наверное это правильное решение в против в противоречии да то есть в в противовес западным странам но и китайские власти уже не раз делали акцент что они не хотят идти по пути западных стран и хотят вот при причастать то сделать базу опору для реального роста они просто накачать в очередной раз деньгами экономику и финансовые рынки и таким образом увеличить пузырь далее у нас инфляция в штатах вот что важно да то есть у нас рост выше ожиданий 0 4 при этом обратите внимание что это достаточно высокий уровень роста при этом за заметьте что с начиная с ноября месяца у нас инфляция растет вот 02 02 03 04 04 то есть каждым месяцем все хуже и хуже там условно до основной вклад конечно же это цены на бензин мы видим что они выросли мы часу видим что это наверное ухудшило настроение потребителя в апреле под так так же у нас наблюдается рост 04 по базовой инфляции она тоже устойчиво уже третий месяц подряд растет по 04 38 относительно прошлого года что конечно же не говорит явно не в не в пользу снижения ставок снижение по и поддержанной автомобилей и грузовики да то есть минус один и один процентов марте видимо на видимо дела в экономике тоже ухудшаются да на самом деле ну и что важно у нас услуги растут вы высокими темпами в базовом выражении 0 5 процента но после я январь ских 07 как это кажется в небольшим да но тем не менее у нас достаточно высокие уровни темпов роста инфляции в услугах 5 и 4 относительно прошлого года и это в базовом выражении то есть крайне устойчивая вещь ну и здесь основной компонент это транспортные услуги 1 и 5 в марте и 10 и 7 относительно прошлого года также стоит отметить shelter тоже остается 5 и 7 также медикер остается то есть все в принципе у нас по услугам плохо инфляция продолжается и она начинает прилетать уже с нефтяного рынка то есть тоже моменты мы видим что апрель для нефти тоже бычий поэтому собственно вполне себе условия для дальнейшего роста темпов инфляции если посмотреть на годовую динамику основных компонентов инфляции то мы видим что действительно инфляция перестает снижаться и такое ощущение что она ставит дно на расширение то есть по моей модели максимальные уровни инфляции будут в летние месяцы там вплоть выше 4 процентов даже по широкому показателю индекса потребительских цен то есть на самом деле риск того что летом мы увидим какую-то страшный рост да и какую-то панику на этом фоне вполне себе кстати по моему в августе у меня там пиковое значение и это в как раз перед заседанием перед симпозиумом джексон холл вайоминга да то есть посмотрим я думаю что эта история вот за этот симпозиум в этом году если реализуется мой прогноз по инфляции в штатах он будет носить архиважный характер и мы то можем услышать крайне негативные какие-то настроения вот что здесь еще важно у нас растет продюсер прайс индекс final demon да то есть конечный спрос начали расти цены производителей но это и понятно у нас пошел рост комодитис то есть в общем то мы видим начало нового витка инфляции то есть это не просто локальный рост как на то утверждает пауэлл и фрс а это на мой взгляд новый виток роста инфляции глобально причем поэтому я бы отнесся к этому серьезно но я так думаю что заседание фрс в марте в мае она будет в начале мая конец апреля через пару недель она будет достаточно интересно поэтому вот там мы можем услышать кучу разных интересных реплик от пауэлла на пресс-конференции увидим что думает вообще в целом фрс об этом то есть мы видим что растет как базовая до в услугах это сиреневая растет базовая в в широком смысле красная растет и потребительская инфляция и продовольственная перестала снижаться зеленая и растет ppi также обратите внимание что соотношение цен производителей к потребительским ценам да у нас хоть и замедлил рост но все равно есть отскок есть отскок но пока еще в отрицательной зоне мы находимся то есть промышленные цены ниже чем потребительские в годовом выражении но тем не менее здесь стоит обратить внимание что и индекс опережающих индикаторов красной линии да уже выше нулевой отметки и в общем-то сель синхронно у нас это все дело ходит стоит обратить внимание что нечто похожее было в начале 20 в начале века после рецессии 2001 года но в тогда у нас инфляция уже была один и один процент так то есть в момент вот на вот этого у нас инфляция была низко ниже таргета и это позволяло перейти к мягкой денежно-кредитной политики и таким образом стимулировать экономику и по поддержать финрынки после коррекции но на сегодняшний день у нас инфляция достаточно высокая мы видим там 38 в базовом 35 широком и так далее то есть все достаточно накалено поэтому можно было бы предположить что мы в начале нулевых и нас ждет теперь 7 лет роста но нет я склоняюсь к тому что мы в средине семидесятых и нас ждет 5 лет коррекции то есть вот я думаю что это ближе к к сожалению нет этих метрик для тех лет интересно было бы посмотреть реально как тогда обстояли дела то есть в принципе я думаю что скорее всего мы тяготеем к тем циклам к тому циклу до чем тяготеем к циклу начала века мичиган у нас выпустил данные по настроениям американцев мы видим что в апреле предварительные данные ухудшились ну это понятное дело связано естественно с ростом цен на бензин но нельзя сказать что прямо яй-яй да то есть ну небольшая коррекция в общем то чего там чего здесь зак и кривить душой действительно все очень скромно при этом у нас ожидания по инфляции в следующем году выросли 31 процента были 2 и 9 то есть тоже вот до момент мы начинаем наблюдать смещение инфляционных ожиданий в сторону роста что также не в пользу смягчения на от фрс потому что если эти настроения будут развиваться дальше они непременно будут развиваться если фрс не прибегнет к ужесточению финансовых условий то мы получим самосбывающийся прогноз и люди снова начнут тратить тратить деньги пока дешево поэтому опасаясь инфляции тем более всего лишь пару лет назад у нас инфляция была под 10 процентов там 89 да то есть люди понимают людей еще есть этот опыт когда цены растут быстро поэтому вот эта история с инфляционными ожиданиями и ни в коем случае нельзя выпускать из виду павел несколько лет еще назад говорил о том что они следят за этим показателем потому что это крайне важно и действительно это самосбывающийся прогноз и дело может выйти из-под контроля и тогда нужно будет применять какие-то непопулярные методы там увеличивать ставку когда на сегодняшний день пока все ожидают ожидать снижение доставочки недельные данные мы видим что розничные продажи согласно индексу redbook в начале апреля снова подросли вернулись они к уровням начала года то есть выше там 5 4 процента относительно прошлого года в общем-то у нас розничные продажи идут нормальными темпами то есть в принципе у нас спрос остается устойчивый рынок труда резкое снижение пособий заявок на пособие по безработице тоже в пользу того что мы имеем дело с крепким рынком труда в общем с крепкой экономикой даже с расширением спроса то есть тоже явно дела обстоят про инфляционно конечно же а ну здесь бы я хотел подытожить этот блок что хотелось бы мне сказать на мой взгляд картина если судить вот по инфляции по под потребительским ожиданиям до инфляции по недельным данным в апреле можно сказать о том что фрс срочно нужно прибегнуть к ужесточению финансовых условий иначе мы получим второй виток инфляции по циклу середины семидесятых мы давно уже видим эти графики да как наложены текущий цикл инфляции на цикл семидесятых и в общем-то типа мой по прошли первую волну и у нас сейчас будет 2 действительно если выпустить из-под контроля инфляционные процессы тут важно сделать акцент на финальная инфляционных ожиданиях потому что именно они и создают инфляцию спроса поскольку это самосбывающийся прогноз и люди помнят ту высокую инфляцию которая была в момент пандемии и конечно же люди начнут опять тратить опять тратить сильно поэтому я считаю и опять таки опираясь на слова паула фрс там минулых лет можно сказать что а действительно это важный показатель и они акцентировали на этом внимание на предыдущих своих заседаниях поэтому только ужесточивые финансовые условия сейчас можно остановить второй виток инфляции на мой взгляд это уже плюс-минус где-то начинается пока мы не слышим жесткую риторику точнее мы ее слышим да но рынок пока и игнорирует потому что она находится в рамках парадигмы как только мы услышим там возможно возможно мы не пол не понизим ставки в этом году там возможно мы повысим ставки да то есть если вдруг вернут сейчас пункт в в в пресс-релиз до по заседанию фрс что в случае необходимости мы повысим ставки сейчас его убрали этот пункт если его просто достаточно вернуть в пресс-релиз и рынок совсем под по-другому уже будет реагировать на монетарную политику и и перспективы тут даже достаточно просто внести опять пункт даже не проговаривать его это уже будет прецедент а если паул еще проговорит это на пресс-конференции что мы не исключаем такой возможности то конечно же это будет по рынку удар и это ужесточит финансовые условия причем очень агрессивно да это приведет коррекциям да это приведет к некой к некоторой панике будет ли это из ряда вон выходящее движение которое может привести к дестабилизации финансовых рынков сказать сложно но вполне возможно что это может произойти конечно же это все будет взвешиваться прежде чем делать такой шаг на конечно же вы будут предприняты меры если это произойдет естественно но я думаю что если рынки позволяют сделать такой шаг то его пора сделать потому что мы видим что мягкие финансовия привели к оживлению спроса при привели к ощущению богатства у потребителя пошли пошел рост потребительских расходов и экономика начала расширяться и в общем-то это и спровоцировало рост цен на комодитис в общем-то конечно же это все про инфляционные процессы поэтому честно говоря ожидаю что на этом заседании мы услышим что-то важное у нас до заседания из важных данных это но понятная данная по производственному циклу мы увидим какие нибудь никаких предварительных данных за апрель а да мы наверно увидим предварительные данные конечно же за апрель по деловой активности мы увидим отчеты по деловой активности из ряда штатов то есть в принципе как данные будут интересны если мы увидим что что экономика продолжает расширяться в апреле то мы получим с вами очень интересное событие на майском то есть ну апрель-май до заседание фрс на следующей неделе нас ждет еще бежевая книга то есть свежая макро оценки тоже очень важно в среду в 9 тоже будет интересно потом у нас не неделя блокаута для членов фрс ну и непосредственно через две недели мы будем находиться в неделе фрс вот ну что ж теперь давайте приступим посмотрим на финансы что там происходит там тоже есть ряд очень интересных моментов которые сигнализируют о том что рынком срочно нужен обух холодной воды потому что они находятся в состоянии скажем так пожара в смысле перегретости ну первое это мой прогноз себе еще буду переделывать все эти прогнозы честно говоря пока остановился процесс но со следующей неделе вливаюсь уже в работу на этой неделе было небольшая командировочка поэтому буду продолжать процессы скручивания своих моделей по оценки финус условий посмотрю как это дело все будет реализовываться на текущий момент времени мы видим что финансовые условия в америке немножко ужесточились но они остаются на исторических максимумах снпи скорректировалась даже ниже уровня на прогнозной цены снпи которая опирается на финансовые условия мы это видим по гистограмме в общем то в прошлые разы это всегда было дно рынка то есть пока мы имеем дело просто с банальной коррекцией пока я честно не ожидаю никаких там супер пупер движений но до дело кай конечно же рынки созрели для коррекции поэтому в общем и целом я так думаю что этот момент точно настал и мы это видим до поры по с длинным ставкам это видим по доллару то есть в общем то пока процесс коррекции идет стандартно мы видим что финансовые условия от федерального резервного банка чикаго синяя линия это широкий показатель на неделе еще смягчились остаются крайне мягкими при этом даже смягчились но они остаются минимально жесткими я бы даже их назвал нейтральными да то есть чуть выше нулевой отметки это финфин условия для получения кредитного плеча то есть на самом деле здесь тоже смягчение можно сказать что финансовые условия в штатах смягчаются даже но по моим данным вот они немножко ужесточились потому что здесь есть несколько спред медь к золоту к примеру либо спреды между секторами да и тэвками там не между цикличными и защитными защитными ну и так далее то есть у меня отличается мои мой набор показателей отличается от набора показателей федерального резервного банка чикаго но мы видим прекрасно что у нас есть действительно смягчение финансовый но рынок уже не реагирует почему потому что ликвидность обратите внимание две недели подряд ликвидность неплохо расширяется на фоне сокращения счетов минфина не минфин тратить деньги счет рэпа у нас остается примерно неизмен вот а минфин тратить деньги поэтому картина здесь тоже интересно это перестало поддерживать рынок ну как я уже указывал на то что примерно нечто похожее было в летние месяцы да вот такая же была плоскости вот она и сейчас такова но на повышенных уровнях естественно на то есть на на порядок выше причем но сам факт то есть у нас был рост против плоской динамики ликвидности поэтому коррекция здесь мы напрашивалась уже давно и счетам условно с февраля мы ее надеюсь получим и мы надеюсь уже в нее вошли ставочки обратите внимание резкий пересчет ставки закрыли неделю 0 4 процента ожидания по снижению ставки на текущий год до конца года было 0 3 то есть сместился рынок сместил ожидания с двух на одно снижение ставки в конце года в декабре при этом оставил до снб 500 мы прекрасно видим как у нас влияло смещение ожиданий на индексы снб 500 это было летом да то есть мы ожидали снижение 1 и 2 процента до до конца текущего года теперь у нас было 0 6 и на 0 6 у нас рынок нырял на сегодняшний день мы сместили ожидания вообще на дно рынок только делает первые попытки ну конечно инерции исторические максимумы и фри я там и так далее так далее все это понятно все это понятно все это поддерживает рынок дальше то есть коррекция идет неохотно относительно вот такого агрессивного смещения ожидания поставки фрс любопытный исторический график но десятилетняя доходность десятилетних корпоратов triple b а б triple a да но это инвестиционный уровень относительно десятилетних трыжаков синяя линия вышла на минимумы текущего тысячелетия то есть мы на мы на на минимальных значениях сначала ну нулевых это вот эти к текущее значение 1 и 4 базисных 1 и 4 процента 140 базисных пунктов это уровни середины девяностых то есть спред настолько узкий что как будто бы нет риска даже перед кризисом восьмого такого не было обратите внимание то есть там было там были уровни 1 и 6 то есть 160 базисных пунктов это о чем говорит о том что рынок не чувствует риски рынок ставит на на то что риска нет риск по по версии рынка на на сегодняшний день риск минимален в текущем тысячелетии представьте практически если брать со средины девяностых как когда последний раз наблюдались такие значения почти 30 лет то есть это явно искажение фундаментальных оценки в фундаментальных условий ну и здесь стоит обратить внимание что эти индексы входят в индекс финусловию от федерального резервного банка чикаго поэтому здесь конечно же по мы понимаем прекрасно где и почему у нас ужесточаю сми смягчаются условия несмотря на то что на этой неделе доходности длинных прыжаков вырвались выше 4 5 процента то есть это же беспрецедентно аукцион десятилеток прошел под 10 по 4 и 6 то есть ну аукцион очень слабый то же самое было и на аукционе 30 30 лет коми тоже слабый поэтому картина здесь явно не в пользу смягчения финусловия ну в общем то это и должно было быть на мой взгляд это в интересах фрс что важно красная линия это доходность мусорных облигаций относительно эффективной ставки мы видим что она не снижается то есть по сути цикл вот двух этих показателей синхронный должен быть потому как если у нас снижается риск то у нас снижается доходности всех рисковых активов относительно без рисковых это понятное дело потому что рынок хочет больше денег в цикле роста риска в цикле роста аппетита к риску поэтому здесь картина неадекватная она была таковой в начале двухтысячных обратите внимание что тоже у нас было такое сильное падение да вот спреда десятилетки корпораты относительно трежаков и рост плавный рост показателя мусорная облигация эффективная ставка то есть тоже была дивергенция в общем то я склоняюсь и очень много есть метрик тому что мы либо а в начале 2018 либо б в начале двухтысячных вот на мой взгляд этот график очень красноречивый да он не говорит момент наступления какого-то факапа но он говорит о том что мы что эти условия точно формируются против опять-таки того что у нас что у нас федеральный резервный банк чикаго транслирует очень мягкие финусловия то есть искажение полнейшее искажение в между оценками почему потому что все эти метрики которые и спреды и так далее они входят в индекс чикаго и конечно же на них влияет рынок то есть рынок видя то что снижаются то есть смягчаются финусловия покупает еще больше риска сужая спреды и это смотрят аналитики чикаго и их индекс опять-таки еще больше снижается то есть смягчаются финусловия и так оно идет идет и идет то есть такие самосбывающиеся и самоусиливающиеся показатели прогноза то есть вот поэтому у них такая вот картинка есть на мой взгляд очень даже занимательно то что у нас есть похожие условия на как в начале двухтысячных почему потому что я склоняюсь к тому что нас ждет еще лет пять на ну какой-нибудь такой боковой тенденции вплоть даже до обновления 3 500 по s&p 500 то есть вот я даже не исключаю такой варик почему потому что давно привожу цикл 65 75 тогда десять лет у нас был расширяющийся боковик с попеременным переписыванием исторического хая и переписыванием локального лоя то сейчас вот мы поставили исторический хай дальше мы движемся до середины следующего года ниже 3 500 по s&p 500 дальше мы опять шуруем вверх переписываем эти 5 300 которые на сегодняшний день плюс-минус у нас и являются хаем делаем там условно шесть тысяч примеру да потом мы обваливаемся ниже этого лоя который будет поставлен в следующем году то есть вот нечто похожее примерно до 2000 там двадцать седьмого восьмого я вполне себе ожидаю потому что по очень многим метриком пузырь на фондовом рынке америки очень устойчиво относительно других рынков относительно внутри да вот и если брать структуру рынка относительно секторов да то есть поэтому я думаю что я не исключаю а скорее всего для меня это будет базовый сценарий на ближайшие годы поскольку я думаю что ну вот очень много метрик указывает на начало нулевых тогда у рынка ушло те же десять лет да но я думаю что мы с 2022 уже пишем этот боковик то есть уже два года прошло осталось восемь условно то есть ну условно даже до 2030 по текущим метрикам мы имеем дело пока с коррекцией ничего пока катастрофического аномального не происходит будем следить дальше то есть в принципе есть условия для того чтобы там мы скорректировались и если метрики не будут сигнализировать в пользу того что мы находимся в каком-то медвежьем аномальном рынке можно будет говорить что даже будет момент на покупки на летние месяцы до конца августа и потом уже перейдем снова на к снижению цен вот ну что же а теперь давайте посмотрим как вся эта информация ощущается и распределяется на рынках первый график это доходность десятилеток трыжаков да мы видим что мы вышли на 4.6 даже практически его касались я думаю что выше 4.5 будет давление посильнее на рынке но рынок пока по почему-то плохо оценивает тем более мы видим что мы выбрались из локального канала вверх то есть дальше у нас цели 4.7 ну и в общем-то 4.733 до 78 процентов по фиба то есть ближе к 4.8 то есть даже я склоняюсь к тому что мы дойдем вот до 4.7 4.75 вот и оттуда вполне себе возможно начало очередной цикл роста роста трэжерис то есть снижение снижение доходности возможно это связано с рисков да то есть будут перетекать деньги в дешевые облигации конечно же это будет интересно для долгосрочных инвесторов прикурить взять по дешевке то что генерирует неплохой поток поэтому я думаю что где-то там наверное это вся история остановится и вопрос будет в том как будет реагировать фондовый рынок вернется ли он к былой устойчивой обратной корреляции до между облигациями и акциями вот посмотрим если да то тогда поводом для роста цен на облигации и снижение доходности будет как раз таки коррекция на s&p 500 да то есть если это будет устойчиво и мы увидим отток оттуда и приток здесь тогда это будет говорить о том что готовятся на коррекцию по s&p там вот сегодня и до середины там ну как минимум на год вперед до плюс минус так s&p 500 мы видим что кэш банков к общим активам банков еще снизился переписал минимумы с осени прошлого года картина очень красивая давно уже давал этот график там 33 недели уже его транслирую и мы видим что да это все-таки оказало давление на s&p как минимум мы перестали расти почему мы наблюдаем такую картину сказать сложно депозита есть приток депозитов есть кредитование все в порядке возможно это связано с возвратов кредитов взятых полу по программе поддержки банков но картина очень интересная кстати банки отчитались за первый квартал вот топовые банки отчитались неплохо поэтому собственно пока не чувствует себя нормально в общем мы видим что да есть проблема и вот нечто похожее было и в марте но я я давал длинный график нечто похожее было в начале восьмидесятых такой резкий провал и собственно да это может привести каким-то более серьезным последствиям ожидания ритейла розничные трейдеры розничные инвесторы ожидания ухудшили 43 процента пока они не катастрофические то есть в принципе если мы имеем дело с коррекцией то мы должны увидеть 24 как минимум или 19 как это было в начале прошлого года в марте вот тогда можно будет говорить о том что мы ставим дно рынка и можно выкупать если метрики будут указывать на то что это просто коррекция широта рынка резко обвалилась обратите внимание 40 процентов акций торгуется выше 50 дней на средние 8500 то есть резкий обвал гораздо больше обвал чем мы видим на на рынке по по капитализации да ну опять-таки снова нужно ждать ниже десяти вплоть там до какого-то дна там на 2 и 8 и так далее то есть нужно пока посмотреть на это все то есть есть у нас сужение рынка и это нормально для коррекции то есть собственно для этого она и нужна чтобы рынок пришел себя 70 процентов значительно почти в два раза больше до торгуется выше 200 дневной средней но здесь здесь тоже процесс только начался поэтому тоже здесь время там месяц своего полтора есть и в общем то я думаю что это время будет под медведями все-таки если посмотреть на широту рынка через как коэффициент спа и рсп да то есть это взвешенный по капитализации и тф деленный на равновзвешенный да то есть без учета объема без учета как капитализации компании мы видим что показатель растет дальше даже дошел до хайов на начало года и это уровни 2020 2020 когда у нас была первая волна роста она была слишком асинхронная она была вот шел рост и в первую очередь голубых фишек понятное дело потому что у нас история была связана ну их берут первыми под потому что они самые интересные самые надежные вот а потом у нас был спад но он сопровождался в 21 ростом поэтому я не исключаю что мы сейчас корректируемся а дальше мы продолжим рост уже на снижение данного показателя то бишь будут покупать второй эшелон вместо первого но условия для этого я не думаю что они под подходящие поэтому в целом я не исключаю полноценного медвежьего рынка но пока текущие метрики об этом точно не говорят та же история для nasdaq да то мы видим что показатель даже выше уже осени прошлого года выше начала текущего года то есть мы тяготеем к дальнейшему то есть по nasdaq у по техам у нас все уже и уже индекс все уже и уже рост то есть тянут там условно там эти же фанги там ну и так далее то есть картина на самом деле очень неровная что любопытно несмотря на все это у нас есть рост сокращения чистое спекулятивная позиция то есть медвежью позицию сокращают она растет на фьючерсах и это всегда было в прошлом в пользу того что рынок ставит дно рынка то есть нечто похожее было там даже летом прошлого года то есть не там осенью прошлого года ну если просмотреть то в принципе примерно это всегда соответствует но но здесь конечно же не учитывается высота и когда мы выбиваемся выше нулевой отметки там точно дно но пока мы под нулевой мы можем двигаться еще выше ближе к нулевой выше нулевой то есть момент мы не угадаем мы можем угадать процесс что идет постановка дна и это дополняет общий анализ если мы увидим что у нас есть сигналы о том что рынок ставит что рынок не аномален да вот снижение это просто коррекция то в принципе можно будет даже где-то покупать техническая картина мы прошли ниже 5 100 там 140 до по индексу здесь что важно на мой взгляд здесь был гиб потом мы протестили неплохо всю всю неделю тестили линию шеи то есть ну или же теперь это зеркальный уровень на 5 220 мы все-таки продавили 5 140 а пока мы находимся в рамках нисходящего канала то есть пока все окей как как только мы продавим там нижнюю границу канала то есть все ломается и мы идем агрессивно вниз по фибоначчи если просто банально натянуть мы можем сходить на 4 800 здесь у нас 38 процентов раз ну и 4 800 это предыдущий исторический максимум 2 то есть в общем и целом вот сюда мы можем сбегать и это нормальная коррекция в рамках там 400 пунктов это даже ниже 8 процентов то есть это практически ни о чем это в рамках обычной стандартной коррекции на s&p а если посмотреть по фибоначчи это даже минимальный уровень коррекции то есть это будет сигнализировать о сильном бычьем рынке то есть я пока ожидаю такое да то есть если мы проходим дальше ниже там 500 значит можно сидеть и ждать 4 800 от отслеживая метрики смотря как это все дело реализовываться то есть вполне возможно что эта история я склоняюсь к тому что все-таки это коррекция с дальнейшим ростом пока не ожидаю крупных эксцессов до осени а вот осенью уже вполне себе то есть начиная с данных по инфляции в августе то есть за июль в общем и целом мы можем вот сходить на 4 800 дальше откатиться и потом уже осенью увидеть если будут эксцессы то они будут осенью то есть я считаю что так так доллар у нас условия торговли в марте немножко снизились но в общем и целом да это и соответствует плоскому движению индекса доллара красная линия вот но мы должны понимать что инфляция в штатах растет быстрее чем других развитых странах поэтому по идее данный показатель должен расти что в пользу роста доллара то есть пока остаюсь при этой мысли у нас валютные остатки на прошлой неделе финансовой системе с и сша синяя линия снизились что соответствует росту доллара красного умножим на минус единицу данная на прошлую неделю на этой неделе мы знаем укрепление то есть все пока соответствует пока мы движемся к уровням осени 23 в общем то это 105 по 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 евро на вот если будем проходить тогда 102 будет по евро на ну и это будет соответствовать сейчас мы посмотрим на технику после оценки моих моего слайда это индикатор авторские настроений мы видим здесь слабенько видно но моя мой мой индикатор желтая область он плоский на неделе при этом у нас осциллятор растет то есть идет расширен идет дать дальнейшую ну скорость роста до мои моего индикатора то есть в общем то все достаточно побычи остается и чистое спекулятивное все равно остается поджаток нулевой отметки то есть на мой взгляд идеальные условия для дальнейшего укрепления доллара но здесь 107 до 107 по dx здесь понятное дело х и осени очень важный момент дальше я думаю что мы сходим на 109 и вот 109 соответствует 102 по евро то есть вот я думаю там будет завершение цикла укрепления доллара и там по идее будет завершение цикла коррекции на фондовом рынке завершение цикла роста длинных ставок то есть вот где-то в там я думаю что это будет в начале лета конец весны то есть вот я думаю конец как а конец мая примерно да вот там по по таймингу можно определить ту дату когда это событие может наступить к тому времени мы все время будем переоценивать и держать руку на пульсе то есть мы будем понимать действительно ли мы движемся к постановке дна по рисков и действительно ли это можно увидеть риском золото несмотря на бурнейший рост золота у нас все равно остаются слабые потоки в и т.ф. мы видим что три недели подряд на росте золота у нас чистый отток остается но примерно на самом деле баланс при приблизительно то есть нулевая динамика в в потоках фонда инвестирующие в золото но мы не растем то есть на этой неделе к прим то есть на прошлой неделе к примеру мы увидели приток в азиатские фонды и отток в северной америке да то есть недели ранее у нас был отток из европейских приток в североамериканские так же самое еще две недели назад то есть пока весь рост остается в рамках физического рынка и вот это момент конечно интересный потоки на за неделю чисто и спекулятивно без изменений резкий рост объема фондах инвестирующих золото причем за счет как раз таки и азианских фондов китайские корейские японские и мы видим что последний раз такое наблюдалось начале 23 то есть за первый раз за год до мы видим такую историю при том что цены переписывают исторические максимумы постоянно фичерсная кривая у нас продолжает расти сигнализируя о том что бычий тренд очень устойчивый при этом она закругляется до закругляется особенно это видно по последнему всплеску то есть есть такое замедление роста при этом по сезонности мы ставим х и рынка даже вплоть до лета даже вплоть до лета у нас такой момент вот апрельский хай да и даже вот до июля у нас есть такая коррекционная сезонная история на рынке мы увидели резкий всплеск похоже на действительно вы нас мы помогли доскакали к уровням которые были за последние там 15 лет дважды всего всего лишь это 2011 2020 то есть рынок был максимально перекуплен но мы не дошли до верхней границы на 2 450 не знаю будет ли еще всплеск учитывая что я ожидаю продолжение роста доллара возможно нет но вот 2 320 нужно проходить пока это минимальнейший по самый ближний самая ближайшая поддержка и тогда мы можем войти в затяжную коррекцию которая продлится аж до июля по сезонности и в общем то это в это бьется с моими ожиданиями кстати по доллару примерно до начала лета мы будем находиться волне рисков и это вот в план это в рамках сезонности вот текущий по золоту его коррекция то есть в общем то при откате наверх да если он будет даже можно присмотреться к шортам с прицелом до начала лета неплохой может быть тренд почему бы его и не рассмотреть по медяшке мы у нас спекулянты набрали позицию пока она соответствует всего лишь там марта 22 но сам факт да двухлетние максимумы на минуточку по бычьим позициям то есть по меди по меди быки поверили и собственно это интересный это интересный момент то есть у тренда есть поддержка мы видим резкий спад фронтального спреда при плоских ценах это возможно только если у нас ближний спред падает относительно второго спреда то есть покупают покупают второй фьючерс второй фьючерс да это может быть связано с перекладкой уже там на следующие месяцы да но опять таки это говорит о том что перекладывают именно бычку потому что фьючи не падают если бы падали да тогда понятно продают ближний покупают дальний все нормально но здесь этого не происходит поэтому я считаю что эта картина в пользу дальнейших бычьих настроений но несмотря на обратите внимание несмотря на сезонный фактор против сезонности работают ожидая дальнейший рост на мой взгляд это немножко нерационально на мой взгляд нужно учесть сезонность все же она у нас начал начиная потом с 20 апреля медвежья вплоть до вплоть до серии к конца июня представьте то есть у нас два месяца коррекции может быть впереди по меди и это тоже соответствует коррекции как по нефти так и по драгметаллам ну короче говоря по товарному рынку поэтому картина точно не в пользу дальнейшего роста хотя пытаются ставить на дальнейший рост но и технически мы доскакали к начала 2023 что я еще ожидал в начале года и тоже ожидал на этом фоне по поддержку нефти так она плюс-минус получилось медь я не торгую по нефти мне удалось него него неплохо прикурить на этой неделе по золоту упустил блин по по евро упустил то есть по базовым валютам конечно жаль все дело в сипе она оттянула полностью капитал и внимание мне казалось что там short будет оптимальным вот ну тем не менее да все пока в порядке мы видим что мы доскакали 2000 до начала 23 если мы пройдем эти уровни то дальше и старины максимумы 20 21 22 то есть вполне себе честно говоря не ожидаю вот этого движения к этим уровням поэтому склоняюсь к тому что да может быть сейчас мы скорректируемся потом еще одного волна роста на куда-нибудь 4 40 45 еще раз кольнем уровне 23 и потом оттуда по и пойдем уже в коррекцию и также самое ожидаю по нефти тоже думаю что по нефти коррекция тоже будет такая кстати по нефти прогноз цен по моим метриком по моей модели мы видим что у нас апрель для нефти это максимальные цены да то есть дальше у нас идет закругление в общем и целом у нас на самом деле ничего серьезного не происходит у нас да есть уклон прогнозной модели вверх но он очень очень пологий то есть в таких условиях я не ожидаю супер пупер движения при самых-самых жестких раскладах я я ожидаю не выше ста по бренду вот я думаю что туда может мы и придем все таки да то есть там покошмарить рынок на фоне там крайне бычьих новостей геополитики там и так далее вот то есть это может произойти и тогда мы увидим по идее большой пузырь по гистограмме то сильно отклонение цены от прогнозной вот особенно если это будет в начале лета когда у нас будет уже закругление эти модели то есть у нас спред еще больше расширится между фактической прогнозной ценой то есть я вот ожидаю нечто такое вот но не исключаю что на этом где-то уже тренд и завершен то есть понятное дело что дорогая нефть поперек горла особенно байдену потому что праймерис его предвыборная компания конечно же это вся история явно нужно сбивать цены на нефть явно вот что нам рисуют наши энергетические агентства минэнерго американская прогнозируют понятное дело сильный дефицит в первом квартале апрель май и июнь нефти потом у нас будет в третий квартал здесь очень важно примерно в балансе до дефицит сентября он примерно равен двум профицитам июля августа это важно сейчас мы посмотрим на на оценки других источников вот ну и примерно балансовый плюс-минус может быть в небольшом профиците до балансовый примерно 1 и 5 против тех же 1 и 5 в минусе в декабре балансовый третий балансовый четвертый как в квартал пересмотрели сильно данная поэтому запасы текущий отчет сильно ниже предыдущих но опять-таки на структуру это не повлияло просто снизили цифры этого но это на самом деле ничего страшного в этом нету вот поэтому картина здесь вот такая а теперь обратите внимание что нам дает мы международное энергетическое агентство они прогнозируют что во втором квартале будет дефицит в третьем еще больше чем во втором то есть у нас здесь картина совершенно сильно отличается от того что нам рисует минэнерго у нас здесь третий примерно баланс а второй дефицит крупной здесь нет и у нас потом небольшой дефицит в четвертом квартале в то время как баланс по по минэнерго ну примерно плюс минус они соответствуют то есть мин мы более агрессивно на на сегодняшний день в 2005 они ожидают профицитный год то есть вот с учетом того что мы ожидаем но здесь баланс тут дефицит то есть как бы рынок тяготеет скорее всего к росту но опять-таки ближе к лету мы должны услышать что скажет опек плюс на насчет продления пропала пролонгации сделки то есть это будет крайне важным фактором но пока сезонность на рынке она поддерживается положительным информационным фоном потому что у нас и рост инфляции и прогноз дефицита и расширение экономики рост спроса у нас все складывается в даль в пользу дальнейшего роста причем на мой взгляд фон ну прям экстремально бычий становится вот я думаю что это должно бы привести к росту если у нас приплетется еще геополитический фактор и действительно иран будет атаковать на израиль то это будет конечно жестко ну и история сын опек опек прогнозирует во втором квартале примерно 2 миллиона дефицит 26 6 мартовская добыча сделка пролонгирована примерно эти будут уровни оставаться 28 и 5 во втором квартале это прогнозный спрос на на нефть опек то есть около двух миллионов что примерно и соответствует оценкам как мы а так и минэнерго может чуть больше да но вот с третьего уже туман 28 и 9 ожидается но если добавят 2 миллиона то тогда рынок будет в балансе в третьем квартале вот почему мы думаем что будет такой большой дефицит честно мне сказать сложно потому что все закладывают в оценке то что а пик плюс отменит риммэйн in place до отменит свои свое продление вот поэтому не знаю почему такое мнение интересно а вот но попахивает заказушкой да такое вот поэтому здесь по плюс минус условия остаются бычи у нас запасы нефтепродуктов на неделе плюс минус остается в рамках сезонности при этом мы видим что в штатах у нас запасы нефтепродуктов ну выше причем устойчиво выше уровня прошлого года у нас по остальным хабам до япония сингапур эмираты с нас натяжкой да примерно мы либо ниже либо плюс минус соответствуем уровне прошлого года поэтому здесь эксцессов не наблюдается а вот история с америка даже очень показательно то есть в целом можно утверждать что рынок нефтепродуктов находится в балансе в сезонность а вот метрики финансового рынка нефти достаточно любопытная в штатах да у нас есть такое снижение запасов на хабе кушинк но это все очень скромно они остаются повышенные относительно текущего года но при этом у нас кривая фьючерсная кривая углубляет бэквардацию фронтальный спред дальше растет вышел на максимум и года и вышел вырос базис он ниже максимумов года но он устойчиво выше нулевой отметки начиная с начала года с января месяца то есть картина явно про бычья картина явно интересная в плане того что рынок судя по базису находится в аномальном бычьем положении если посмотреть на дневные данные по спреда мы видим что спред не растет с начала апреля по бренд и по wti при этом по wti он даже снижается устойчиво снижается по бренду он остается плоским при том что фьючерс переписал переписал уже несколько раз свои максимумы и на мой взгляд это не накапливается неплохая дивергенция на коррекцию которую мы в общем-то и наблюдаем но пока она остается боковой хотя вот спреды по wti относительно фьючерса ну как бы сигнализирует о том что коррекция должна быть поглубже чем она есть на сегодняшний день при этом спредеры по wti распродают спред видимо это и объясняет давление дано на спред он снижается поскольку у нас была большая позиция у спредеров по wti и они распродаются по бренду не набираются то есть как бы пока картина здесь тоже интересная такая такая дивергенция между брендами и и wti тоже не делает погоды на самом деле как какому-нибудь направленному тренду вот сезонность рынка со средины апреля до начала мая коррекция причем боковая дальше рост аж до июля то есть но в общем и целом у нас есть история с тем что мы входим в коррекцию чистая спекулятивная по 5 энергетическим фьючерсом скорректировалась то есть рыночек ослаб мы по ходу до заходим в коррекцию до начала мая и вероятно эта коррекция будет либо а боковой либо b88 87 87 до по бренду то есть вот мы можем сходить вот сюда и и про и пропилить таким образом коррекцию можем стать в боковик с резким выходом потом вниз потом вверх но в общем и целом да я ожидаю что мы что мы останемся пока в коррекции и потом наверное импульс роста в начале мая будет это возможно какая-то ужас у эскалация да на ближнем востоке то есть это вполне себе может произойти и тогда мы увидим последний рост цен на нефть с и дальнейшим снижением если мы верим в то что это перевернутая чашка с ручкой то мы не должны существенно пройти выше 91 то есть где-то остаться в рамках вот этой отметки потому что здесь проходит уровень ручки и тогда уже 2 двигаться вниз то есть картина на текущая картина по рынку нефти неоднозначна и я бы сейчас ее не рекомендовал торговать то есть подождать развязки так рынок газа вообще не интересен он остается в профиците у нас минэнерго прогнозируют в районе 2 долларов на этот год или 2 и 2 доллара на этот год среднюю цену при этом в прошлом выпуске было 2 и 4 то есть они снижают прогнозную цену при этом они пересчитали и запасы выше уровня чем в предыдущем отчете красная линия против сиреневой то есть в общем и целом мы находимся в страшном профиците с ним с небольшим дефицитом аж в декабре при этом в феврале пересмотрели обратите внимание из дефицитов профицит то есть у нас прошлый отчет был дефицит феврале а текущий отчет феврале уже профицит представьте то есть в принципе даже хуже данная при этом у нас локально на неделе уже мир и рынок газа перешел в профицит пошел сезон закачки газа при этом на 39 по моему процентов уровень запасов выше по по сезонности пятилетней средней то есть мы входим в сезон закачки газа на 40 процентов выше с запасами которые на 40 процентов выше чем пятилетняя средняя по сезонности на рынке на фьючерсах до цена у нас вообще-то с марта аж по июнь идет рост поэтому картина здесь интересная но тут даже банально то что рынок не падает уже важно да то есть возможно это и есть бычий рынок просто он отражается как как плоскость по спредом тоже видим резко падение спреда фронтального опять-таки картина интересная потому что рынок практически стоит а спред сильно обвалился это возможно при опять-таки покупки 2 фьюча возможно ставят на сезонный рост в мае в общем-то это тоже бьется сезонным ростом по рынку нефти может быть что-то произойдет такое да вот опять-таки геополитический фактор поскольку ближний восток тоже крупный пас поставщик газа spg вот поэтому возможно мы можем увидеть какой-то факап и на это уже ставят на это уже ставят выбирая второй фьючерс вместо первого спекулянты не покупают рынок остается крайне слаб нечто похожее в уменьшенной копии что было полгода в прошлом году до очень все поджато к нулевой отметке рост можно рассматривать только выше двух долларов если мы устойчиво закрепимся тогда можно здесь констатировать с натяжкой двойное дно и тогда уже можно повыше двух баксов говорить о том что мы действительно пытаемся расти пока рынок слаб честно говоря не рекомендую здесь что-то делать на мой взгляд них здесь ловить вообще рынок пшеницы у нас минсельхоз американский вышел отчет ввозди выпустил увеличил прогнозный профицит рынка на конец текущего года который стекает уже в следующем году запасы соответственно выше то есть рынок тоже не интересен на мой взгляд для торговли у нас сезонный фактор очень корявый да вот апрель бычий но очень коряво с коррекцией в мая потом рост к июню коррекция аж до июля и аж потом только корявый рост сейчас сезонность рынка целиком и полностью будет зависеть от внешних факторов от внешних рынков поэтому здесь я на мой взгляд нужно ждать тем более с учетом того что у нас есть плохой прогноз минсельхоза я думаю что картина не очень нужно ждать следующий прогноз он уже будет на следующий маркерный год и вот там наверно будет интересно то есть вот там если если вы дадут очередной профицитный год вот тогда можно продавать если вы дадут дефицитный год а цена будет низко тогда можно покупать спреды пока они взяла все в рамках движения фьючерса фронтального сезонность тоже ничего интересного спекулянты не продают даже немножко на неделю чуть купили но не суть хотел бы увидеть данные по чисто спекулятивная где-то в районе 2016 23 начало 24 то есть где-то здесь если бы у нас на момент отсчета в азди в следующем месяце на следующий маркерный год двадцать четвертый двадцать пятый цена была где-то в районе четыреста восемьдесят при этом чистая спекулятивная была бы на уровне лайов шестнадцатого я бы даже рискнул сделать покупку до выхода отчета с нуста со ставочкой да на то что он может оказаться бы чем потому что в пользу было бы ряд факторов и сезонность и чистая спекулятивная не ожидают рост и техническая картина дошли до нижней границы от рисовали снижения вот тогда да пока я не берусь вообще ставить или прогнозировать этот рынок на мой взгляд это как и рынок газа на мой взгляд он сейчас ну крайне инертен и подвержен ну каким-то локальным спекулятивным историям то есть торговать на двух этих рынках позиционно ну просто не имеет на мой взгляд не смысла не каких-то условий под подходящих для такого трейдинга ну что ж друзья на этом у меня и все на сегодня давайте подведем итог хотелось бы сказать о своих позициях да в общем и целом я пропустил движение по росту доллара хотя на прошлой неделе но на мой взгляд было крайне очевидным я что-то взял но ввиду командировки в позакрывал на первом укреплении доллара все все позиции по валютам как-то поскольку на меня давит сильно по шорт по снг 500 на мой взгляд он был он остается самым интересным на сегодняшний день вот поэтому упущена была история из последней волны роста по нефти с ростом золота не немножко успел ухватить серебра буквально там две или три недели назад вот но в общем и целом да пока вот весь акцент у меня на шарте по сипе то есть вот я весь там вот газ пшеница как говорил вообще нефиг делать да наверное интересно будет продать золото если мы двинем куда-нибудь вверх например тот же там те же там 2 450 либо же если мы нет не дойдем к хаю которые поставили поставили вчера то есть на каком-то откате можно даже пробовать продавать я думаю что это интересная может быть сделка вот потому что по моим данным да вот до лета мы должны войти в коррекцию по золоту и в принципе вы нас пятницы вчерашний очень даже показательный то есть если бы скорректировали чтобы поставить поменьше стопик то в принципе риск того стоит то есть я думаю что шансы на это сейчас точно имеются даже это можно делать без паттерна вот по нефти тоже не интересная период там несколько там две-три недели думаю там будет скучно поэтому туда их кидаем к золота к пшенице и газу вот вот по по евро то есть по базовым валютам можно сыграть на дальнейшее укрепление доллара если будет интересный вход ну и шорт по снб 500 на мой взгляд тоже неплохо шорт по золоту потенциально тоже если будет хорошая точка входа вот примерно такие у меня взгляд на позиции на позиционирование на рынке то есть можно в этих рамках работать до лета я думаю что эти тренды будут актуальны что касается макро и перспектив на мой взгляд все больше и больше метрик выступает в пользу того что у нас экономика америки расширяется причем конечно же сопутствую я инфляционным процессом поэтому я думаю что картина здесь понятно для меня нужно ужесточать финусловия поэтому вполне возможно что мы увидим дальнейший рост до доходности трежерис длинных до там 47 процента и это приведет к давлению на рынке на фондовый рынок америки вопрос в том будет ли переток да поскольку цены то на облигации снизится и они уже будут интересны для покупок и в общем то долговой рынок на мой взгляд вот если опять таки говорить о позиционировании то долговой рынок опять становится интересным местом для спекуляции поэтому можно брать как фьючерсы так и тф к примеру да то есть вот я думаю что это очень интересная история и этим тоже моментом можно воспользоваться в общем и целом есть шанс на то что рынок по классике по классике межиночных связей в цикле рисков риск он будет переток до денег из акций в облигации и это вот интересный момент то есть тогда у нас снижение доходности длинных трежерис будет сопровождаться снижением цен акций вот такое я тоже не исключаю дальше посмотрим в целом снижение цен акций я не ожидаю глубокое на сегодняшний день я не исключаю что мы входим в медвежий рынок долгосрочно я продолжаю быть приверженцем идеи того что мы еще увидим новые лаи около того до вас возможно и не пустят там ниже 404 но я не не исключаю ниже 3500 то есть вот для меня это все пока остается таковым и даже до конца десятилетия я в принципе не ожидаю продолжение роста тренда то есть я думаю что мы будем возможно до конца десятилетия мы перепишем еще раз исторический максимум но все равно это закончится новым локальным минимумом то есть как было в 65 75 года поэтому я не приверженец того что да какие многие крупные инвесторы того же баффета взятого же далее они не видят перспектив для долгосрочных вложений на рынке акций на сегодняшний день потому что он перегрет поэтому я остаюсь приверженцем их идеи и тоже утверждают да спекулятивно по по разматывать рынок можно до вверх вниз по поторговать но опять-таки рынок у рынка нету стабильного устойчивого долго при при притока длинных денег поэтому крупные покупки там на мой взгляд сейчас исключены вот поэтому я думаю что худшие там грубо да еще впереди и мы еще увидим несколько и волн эйфории и несколько волн а паники то есть вот тогда и можно двигаться вот сейчас нам взять уже эйфория ее можно продавать следуя за метриками рассматривая рынке рассматривая показатели то есть движение 4800 вполне себе ok дальше будем смотреть в может быть и ниже я склоняюсь к тому что мы увидим 4800 к началу лета дальше пойдет откат возможно без исторического перехая но очень высокий там 62 процента 78 процентов по фиба это будет до конца лета дальше будет коррекция и это уже будет полноценный медвежий рынок переход к медвежьему рынку ну и там уже будем оценивать примерные глубины этих всех процессов вот на сейчас считаю что пришло время для локального рисков и вот дальше будем уже потом рассматривать в процессе движения реализацию идеи по сипе на 4800 вот для меня это пока базовый сценарий ну что ж друзья на этом у меня и все на хороших всем выходных спасибо за доверие до встречи в нашем канале всем пока